добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц сегодня мы с вами готовим к переезду на дачу на такой цветок как баку по я сейчас одновременно буду все делать вам рассказывать сами общаться рассказывать про этот цветок я баку по очень люблю буквально вот с первого взгляда я ее увидела и все сердце мое было похищено потому что выглядит баку по как облака мелких сиреневых или белых цветов но кстати сейчас появились уже новые сорта я не видела его их у нас сибири но вполне может быть что они есть смотрите я делаю все как обычно для пересадки в кашпо и контейнера то есть я насыпаю немножечко гидрогеля я сейчас буду насыпать гидрогель зачем за тем что я на даче бываю не каждый день и у меня нет возможности постоянно следить перемешиваю у меня нет возможности постоянно следить за тем чтобы почва была равномерно увлажнена это база код ведь база код рассыпает свечи какой зелененький то есть удобрение длительного действия может быть и смоход может быть еще какой-то тоже я его добавляю только потому что мне нет возможности постоянно при каждом поливе добавлять удобрение досыпаю землей и продолжаю посадку баку по второе название у нее еще сутера но под этим названием я довольно редко и я встречала вообще она распространена наших садов сейчас я попробую вам показать то мне вот вот видите она уже начинает свести посмотрите какая прелесть вот этот маленький цветочек и вы представляете вот это будет прямо облака прямо шар так примериваю по высоте все нормально я пересаживаю из полулитровой емкости в двухлитровую я формировала уже этот кустик высаживала высеивала в феврале кстати девочки кто пропустил вот эти моменты и задает сейчас вопросы о составе грунта о том когда сеть да вы посмотрите по плейлистам про грунты у нас собрано прямо в плейлист на канале называется грунты удобрения добавки как-то так да вот и там есть подробнейшее видео от марины артеменко где она прямо показывает вот как она составляет этот грунт для всех растений практически мы готовим грунт одинаковый есть какие-то нюансы для некоторых из них но мы про эти нюансы говорим для бакопа ничего особенного не нужно для бакопа нужен обычный рыхлый почвогрунт который имеет нейтральную нейтральный по составу по кислотности вот и вот таким образом придерживая видно там обидно я думаю придерживая кости просто чтобы он не запачкался в земле мы слегка уплотняем и высаживаем в окопу значит что про нее еще вообще она предпочитает солнечные места но у меня например она росла и в полу тени стеллаж у меня специальный стеллаж для цветов он стоит полу тени и соответственно как бы особого выбора бакопа то и не было вот росла обильно цвела достаточно и я-то очень довольна то есть я вообще ее ставлю чуть ли не на первое место по неприхотливым растениям если у вас нет опыта или если у вас мало времени посадите бакопу она вас порадует она цветет единственное что когда она отцвела надо посмотреть если на ней много почек новых бутончиков то обрезать не на а если этих бутончиков мало лучше ее обрезать ну так кардинально так хорошо обрезать и она второй раз зацветет очень очень пышно и цвести вообще будет ну вот с мая по сентябрь замечательно она очень очень долго цветет я предпочитаю вообще в своем саду иметь именно такие растения которые цветут долго поэтому например некоторые кусты я не посажу я не посажу форзицию форзиция в условиях сибири цветет две недели все да она красивая замечательная желтенькая но она не настолько пышная как например она в европе цветет до марте вот и она цветет две недели вот поэтому место занимает много а вот такие вот растения как бакопа они цветут очень долго дальше что еще можно сказать так вы меня не ругайте за то что у меня тут краешки землей обсыпаны я делаю все в процессе потом я обязательно это все почищу так вот еще один час буду пересаживать размножать ее очень легко и просто черенкование смотрите что я имею ввиду я вот эту бакопу садила из семян я села их в феврале это профессиональные семена а тут сайте просто наклоняюсь за грунтом достаю поэтому у меня плавает голос наверно микрофоне вот с февраля с подсветкой все как положено у меня выросло достаточно много рассада я уже делилась тут с людьми не вот а вообще если ее было если допустим весной вы посадили и понимаете что вам хочется еще бакопу там еще в один контейнер или еще в одно кашпо да пожалуйста пробуйте черенковать вернее не пробуйте а берите и черенкуйте нужно сейчас покажу с какой части нужно вот взять верхнюю часть не нижнюю от корня а верхнюю часть давайте вытащу так сюда приближу вот такой вот череночек 8-10 сантиметров можно меньше вот и самым обычным образом любым какой вам удобнее она даже в воде даст корни корни у нее тоненькие тоненькие и по моему впечатлению они иногда так вырастают не там где их ожидаешь но укореняется она вполне хорошо говорят что белое укореняются лучше голубой я этого в общем не заметила чтобы белое было лучше вот что еще а по сохранению как бы потому что с бакупой происходит зимой но она классически она однолетник который можно попробовать сохранить зимой но тут вот какая какой есть нюанс вообще бакупу практически не поражают вредителей болезни то есть вот она летом будет у вас стоять вся такая красивая замечательная пышная вот поближе вот и никто на нее не нападет а вот если вы ее осенью принесете домой до цветать вы должны обеспечить условия соответствующие то есть это должно быть очень светло но не прямое солнце это должно быть много воздуха и это должна быть прохладная температура 10-15 градусов вот если в таком состоянии и оставить не обстригать на зиму ее можно попробовать сохранить но честное слово это тяжело потому что как только ей не будет хватать влажности на нее нападет белокрылка зачем нам бороться с белокрылка если мы можем вполне например весной высадить посеять семена и вырастить себе новое растение и значит смотрите что я с этими я вот сейчас высадила час пару дней пройдет чтобы у меня растение как бы пришло в себя пережила перевалку а потом я его подстригу я буду его формировать уже под вот этот контейнер ведь она немножко как бы в разброс я буду формировать сейчас начало мая и в течение мая я его прекрасно сформирую шариком вот если не формировать это был длинные плети длиной там 50 70 сантиметров мне плети не нужны мне нужны именно цветущие вот это голубое облако которым она меня и покорила вот я буду формировать я сформирую и ну наверное в конце мая в начале июня у нас к сожалению в сибири раньше не получается выставить на открытый воздух но я буду и конечно же закалять и только потом буду выставлять к себе на стеллаж цветущий свой стеллаж со своими любимыми растениями я вам потом покажу но вот если вы не знали про такое замечательное растение пожалуйста не проходите мимо но честное слово она вам понравится она вас очарует ничего сложного цветет пышно размножается всходят семена прекрасно только берите профессиональные черенкуется одарите еще всех своих друзей и родственников все на этом прощаюсь напишите мне пожалуйста в комментариях знакомы вы с бакопа или нет и каких цветов бакопа у вас цветет потому что я читала про сиреневая читала про розовый не видел их никогда оставайтесь на канале подписывайтесь будьте с нами с вами была сегодня анжелика пока пока